Здравствуйте! Вы смотрите программу «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Начинаем выпуск с важной зарубежной новости. Второй энергоблок белорусской атомной электростанции принят в промышленную эксплуатацию. Таким образом, АЭС стала первым зарубежным проектом «Росатома» с реакторами БВР-1200 новейшего поколения 3+. Для Беларуси это важное событие. Два энергоблока белорусской АЭС могут обеспечить около 40% потребности республики в электроэнергии. А главной российской новостью стало открытие павильона «Атом» в московском парке ВДНФ. Наш павильон стал частью грандиозной международной выставки «Россия», которая показывает главные достижения страны. Можно сказать, жемчужина выставки «Россия» в павильон «Атом». Он располагается в историческом центре парка ВДНХ на главной аллее. В павильоне собрана крупнейшая и самая современная в России экспозиция, которая показывает, как открытие неиссякаемой энергии атома изменило наш мир. Давайте посмотрим, как прошло открытие. Я могу еще часа два-три говорить о том, как этот павильон строился и чем он уникальный, но делать это с вашего позволения не буду, потому что я хочу, чтобы мы как можно скорее вошли в вот эти двери. Вообще не интересовались этим. Но вот прошли залы, и поняли, что это действительно интересно. Мне понравилась квартирка в стиле СССР. Тоже так атмосферненько. На самом деле я бы там хотела жить. Это натуральная скорость, да? Да, это все как вот метилы, прям с твоей вот движения на доходах. Новый реактор очень интересно сделан. Показывает, рассказывает. Даже люди, которые не разбираются в этом, мне кажется, поймут. Да вообще все понравилось. Все красиво, интересно, очень круто. Пришла бы сюда еще раз? Да. Родителей привела бы? Да, обязательно. День плавно перетекает, вечер от желающих попасть в павильон нет отбоя. В принципе, это и неудивительно, и есть хорошая новость. До 12 апреля любой желающий сможет попасть в павильон «Атом» абсолютно бесплатно. И на вашем месте я бы поторопился. Павильон «Атом» открылся спустя 30 лет. Еще в советские времена павильон «Атомная энергия» все там же на ВДНХ был одним из самых посещаемых. Но с распадом Советского Союза в 90-е годы его упразднили. И вот мы и вернулись на главную выставку страны. Строительство павильона «Атом» началось в 2018 году. Это была уникальная стройка высокой технологической сложности. Три этажа здания расположены ниже уровня земли в русле подземной реки Каменки. Битва с водой всегда одна из самых сложных. С этим связаны сроки строительства – около пяти лет. Инженерные задачи, которые реализовывались на этом объекте, многие тянут на хорошие кандидатские. Наземная часть – это четыре этажа с единым стеклянным фасадом без колонн и подпорок. Ее вылет на 20 метров уже сделал бы здание уникальным, а тут более 50 метров в парящей кровле. Благодаря светопрозрачным конструкциям площадью 600 квадратных метров, еще находясь на главной аллее, можно видеть, что происходит внутри павильона и погрузиться в его атмосферу. Внутри еще интереснее. Поднимаясь с этажа на этаж, ты путешествуешь по времени – от советского атомного проекта до современной атомной промышленности. Давайте посмотрим на экспозиции. В фойе нас встречает первый арт-объект – это модель атома. И начинается знакомство с его тайнами, навсегда изменившими наш мир. На минус третьем этаже нас ждет путешествие к истокам. Здесь располагается царь-бомба. Создание ядерного щита страны происходило в кратчайшие сроки и ценой неимоверных усилий. Для нас это был вопрос жизни или смерти. Поднимаемся на минус второй и минус первой этажи. Они посвящены мечте. Открытие неисчерпаемой энергии атома раздвинуло перед человеком границы возможного. Появились самые неожиданные, а порой и фантастические проекты. Если атомные электростанции и атомные ледоколы для нас уже привычны, то автомобили с ядерным двигателем, атомный самолет, локомотив, подземные лодки так и остались на бумаге. На первом и втором этажах современная атомная промышленность. Мощные ядерные реакторы, атомные ледоколы, ядерные технологии в космосе, в медицине, в народном хозяйстве. Третий этаж павильона для любознательных. Здесь расположен атомариум. Здесь же большая лаборатория для проведения физических и химических опытов. Задача, которую мы перед собой ставили, сделать так, чтобы наша целевая аудитория молодежь захотела изучать окружающий мир, захотела получать новые знания. Мы хотели бы сделать так, чтобы стало модно быть умным. Потому что, с нашей точки зрения, новые знания и новые технологии – это кратчайший путь к решению тех проблем, которые периодически встают в тречеловечество. Все эти экспозиции может увидеть каждый. Приходите в парк ВДНХ, в павильон «Атом». Будет интересно. А сейчас к нашим производственным темам. Поговорим о роботизации и автоматизации. Лаборатория мехатроники и робототехники открылась в Центральном конструкторском бюро машиностроения. Она располагается на Кировской производственной площадке в Санкт-Петербурге. Лаборатория комплектована самым современным высокотехнологичным оборудованием – от промышленных роботов до систем с машинным зрением. Как они работают и когда смогут заменить человека – расскажем в нашем сюжете. Это Дельта-робот. Он видит и, главное, понимает, как сортировать изделия. Пока это стандартные образцы с текстом. С одним изображением робот ставит в левый ряд, с другим – в правый. Такие установки часто применяют на пищевых производствах. Задача – научить робота и научиться самим применять его в атомной отрасли. Прежде всего, на производстве урановых таблеток для ТВЭЛов. Мы техническим зрением определяем положение этой таблетки. Брак – не брак. И, соответственно, система быстро из случайного потока делает структурированный поток, который потом можно закладывать в ТВЭЛ. То есть мы делаем качественную работу, безопасную для человека. А это коллаборативный робот. Сейчас я запущу программу. Этот робот должен будет закладывать заглушки в трубки для ТВЭЛов. Сейчас это делает человек. Здесь сымитировали загрузочное окно, а компоненты напечатали на 3D-принтере. В качестве образца я специально использую одну бракованную деталь. И если я ее поставлю, то робот не будет ее брать. А здесь уголок лазерных технологий. Вот эта установка производит лазерную сварку. Это дистанционная сварка. То есть мы выносим все оборудование из опасной зоны. Мы работаем через стекло. То есть текущие технологии не позволяют вынести. В первую очередь мы это рассматриваем на производство ТВЭЛов со смешанным топливом. А на этой установке можно будет проводить дезактивацию поверхности из циркония. А также ее можно использовать для классической гравировки. Всего две минуты и вот результат. Вот мы сделали образец. Здесь сейчас делают 3D-модели деталей. Для этого используют вот такой 3D-сканер для реверс-инжиниринга. То есть обратного проектирования от детали к ее проекции. Вот деталь на столе, а вот она уже на компьютере. А здесь у нас вручной сканер. Его основное отличие от Range Vision в том, что он может сканировать детали больших размеров. Это оборудование специально закупили для лаборатории. А вот эту мехатронную станцию разработали здесь на ЦКБМ. Она определяет дефекты на трубах. Дефектоскопист просто сидит за своим прибором и смотрит на картинку, получаемую от датчика. Сейчас все это оборудование осваивают сотрудники ЦКБМ. Я думаю, что в ближайшие полгода мы потратим на глубокое освоение техники. В дальнейшем мы уже начнем вырабатывать технические решения, необходимые для решения производственных задач. Применять робототехнику, мехатронику, машинное зрение планируют как на собственном производстве, так и на других предприятиях. А также материальная база лаборатории позволит подготовить специалистов к участию в конкурсах профмастерства AtomSkills в компетенциях мехатроника и аддитивной технологии. В 125 лет исполнилось со дня рождения Ефима Павловича Славского. Его имя – это часть истории советской атомной отрасли. Ефим Павлович стоял у истоков и руководил атомной промышленностью Советского Союза в течение трех десятилетий. В честь юбилея про Ефима Павловича Славского сняли фильм «Его показали» на Первом канале. Уже по традиции в память о Ефиме Павловиче Славском проходят всероссийские соревнования по волейболу по инициативе Росатома. Первый турнир состоялся в 1996 году среди ветеранов атомной отрасли. За четверть века соревнования стали высокопрофессиональным спортивным мероприятием. В этот раз за победу боролись 11 команд. Среди них команда Росатома и команда представителей федеральных органов исполнительной власти. В кратком видеообзоре расскажем о других новостях Росатома. Первый из двух реакторов «Ритм-200» для атомного ледокола «Чукотка» доставлен на Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Его путь начался с предприятия «Зиоподольск» в Подмосковье. Это уже девятый реактор «Ритм-200», который изготовили предприятие машиностроительного дивизиона для атомных ледоколов нового поколения. На Кочубеевской ветроэлектростанции провели экскурсию для победителя и призера конкурса «Научная вселенная» в номинации «Энергетика будущего». Кочубеевская ВЭС – самая крупная ВЭС Росатома. Она находится в Ставропольском крае. Подходя даже на расстояние 10 метров к ветроэлектроустановке, можно понять, насколько она огромная и насколько ты маленький вообще. Просто как песчинка в море. На стройплощадку второго энергоблока АЭС «Эльдеба» в Египте доставлено устройство локализации расплава. В начале октября начался монтаж устройства локализации расплава на первом энергоблоке. А после прохождения входного контроля вторая ловушка будет установлена в проектное положение. Это произойдет до конца года. А сейчас предлагаю отвлечься и посмотреть видео, которое показывает, что атомные станции – это не только мощь и чистая энергия, но еще и красота. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли расскажу в нашем следующем выпуске. Продолжение следует...